Значит, следующая презентация выступает Иван Шумовский и расскажет нам про опыт использования методов ТРИС РТВ в IT-бизнесе. Иван, вы с нами, я надеюсь? Да, я с вами. Экран ваш, отлично. Сейчас, секундочку. Видно, слышно? Да, все хорошо. Давайте еще, наверное. Сейчас, секунду. Сейчас, извините, извините, извините. Не вижу зиму. Хорошо. Все, тогда опыт использования методов ТРИС РТВ в IT-бизнесе. Ну, тут скорее такой, сейчас расскажу, да, текущая моя должность, ведущий архитектор. Вот утром, вернее, днем, да, когда Анатолий Желтов рассказывал, да, то скорее вот после бизнес-архитектора, да, приходится, приходят, значит, за получением задачи какие-то solution-архитекторы. Вот я таким являюсь. И набор функций моих на текущей работе достаточно широкий, то есть это и работа с внешними клиентами, да, когда нужно специализировать задачу, то есть формализовать ее, разобрать ее прежде всего. И участие во внутренних проектах, потому что IT-бизнес там достаточно молодой и постоянно меняется, плюс у нас там резко изменилось, наверное, как у всех компаний российских в этом году. Вот такая система, вот, плюс такое, как сначала в виде хобби, да, потом вот в виде, так сказать, подготовки помощников, что ли, себе в компании, да, я решил там популяризовать ТРИС, сначала в прошлом работодатель, теперь в текущем, и провел нескольких таких обзорных семинаров, либо даже таких обучений базовым методом, чтобы совместно решать задачи, да, ну, краткое содержание, потом, если необходимо будет, там, презентацию когда читать, будете, ну, какой-то список сокращений. Вот тоже поймал себя на мысли, что одна из наших психологических инерций – это использование специальных терминов сокращений, и вот сейчас Ольга рассказывала, да, например, сокращение СПО, то есть это вот в ее области деятельности специальное профессиональное образование, а в IT это может быть и специализированное программное спечение, и свободное программное спечение, ну, и так далее, да, вот, ТРИС в этом плане хорош тем, что вот это такой надсистемный язык дает. Ну, портрет компании, наверное, моего прошлого работодателя, чуть текущего, они примерно одинаковые, это крупные компании, IT-подрядчики, IT-интеграторы. То, что называется, которые работают со всем спектром решений от строительства специальных зданий и сооружений, ну, например, центров обработки данных, да, с какими-то специфическими требованиями, до проектов цифровизации, вот, там, снизу наверх, да, если смотреть, ну, или наоборот, да, то есть от бизнес-потребностей, бизнес-процессов до каких-то вычислительных систем и инженерных систем. Вот, компания, там, по рейтингам, она, вот, IT, таких компаний, как поставщиков, входит, там, в топ-50 по обороту, ой, в топ-5 по обороту, извините. И у нас такой бывший глобал-операционный директор, ну, в смысле, сейчас он глобал-операционный директор, да, потому что компания международная, а раньше была в России генеральным директором, он обладает очень зеленым полисом по линдсексигму и активно, вот, популяризует и организует такие массовые обучения, вот, методом из линдсексигма. Вот, и, ну, такой, в простом виде цепочка создания ценностей, да, и какие-то изменения, которые произошли сильные, сильные изменения в этом году. То есть понятно, что есть производители, вот, программное обеспечение оборудования какого-то, вычислительного, сетевого и так далее. Как правило, есть там дистрибьютор, который вот один или два или три на страну, и есть вот наша компания, да, эти интеграторы, те компании, которые все это объединяют, агрегируют взаимодействие с заказчиком. Причем, да, надо отметить, что я говорю о бизнесе, то, что называется B2B или B2G, ну, то есть это работа с профессиональными заказчиками, да, с бизнесом, у которого еще свои есть клиенты, да, то есть мы не затрагиваем область B2C, да, там, конечных потребителей. Вот, и одно из сильнейших изменений, которое в этом году произошло для IT-бизнеса, то есть компания у нас имела партнерство и оперировала таким каталогом из более чем трех тысяч производителей. Соответственно, такая очень широкая продуктовая матрица, то есть у каждого производителя нескольких программных или аппаратных продуктов, ну, есть такой большой набор производителей. То есть при этом всего лишь там 12 топ-производителей западных, они давали 50% оборотов. Это я погружаю просто в контекст бизнеса крупного именно IT-интегратора, да. Вот, при этом компания вышла на IPO в 21-м году, и тут, значит, случился 22-й год, то есть количество номенклатуры резко уменьшилось, то есть российских производителей не так много, они еще кристаллизуются, ну, там, по некоторым оценкам это порядка 600, а может быть и меньше, может быть там чуть больше, ну, вот где-то там в 5 раз, да, там упало количество производителей. И теперь на вот этой, как бы, уменьшенной продуктовой матрице нужно выполнять проекты для наших заказчиков, для наших клиентов. То есть клиент потоков информационных, да, это, как правило, такие запросы в основном входящие, то есть по правилу порядка, ну, грубо можно разделить. 80% это такие входящие запросы, это какие-то конкурсы, тендеры, это запросы, это ключевые слова, с которыми обращаются наши менеджеры по продаже, наши заказчики. И 20% наоборот, да, это такие активные ледогенерации, активные какие-то продажи, предложения чего-то нового рынку. Вот. Ну, я упомянул РТВ, РТВ в основном хорошо очень, вот в плане обучения, что ли, очень хорошо заходит, то, что называется, маркетингу, да, и вот, например, один из простейших методов, только морфологические ящики, морфологические матрицы, ну, рекомендовано использовать, вроде от людей подхватили. Вот есть, например, такой треугольничек из потребностей B2B бизнеса, на русском тоже есть, я просто не нашел по-быстрому. Из него можно формировать такой морфологический ящик с точки зрения продуктового матрица. То есть каждый продукт берем, понимаем, на какой рынок нацелен, имеется в виду крупный бизнес или малый бизнес, и какую из потребностей вот этих B2B он удовлетворяет, да, и так всем продуктам у нас получается такой удобный матрица, да, простейший прием. Дальше вот про объединение методов, да, сегодня уже прозвучало в многих докладах, что, ну, как бы, ТРИС по отдельности хороший, когда он еще с чем-то накладывается, то он вдвойне хороший. И вот, например, у нас есть там системный оператор, который всем известен, и есть такая вот модель РАМИ-4.0, которая придумана в Германии, вот даже стала европейским стандартом, родилась она, то, что называется, в индустрии 4.0, то есть от производства идет, до автоматизации производства, до цифровизации, и такой трехмерный получился оператор. Соответственно, точно так же, как в системном операторе, одна из осей, одна из координат – это жизненный цикл, там, проект, либо системы и так далее. И, например, у всех архитекторов, да, и айтишных, да, можно сформировать такую же, на базе такого объединения этих подходов, такую же модель. То есть есть у нас иерархия архитектурная от инженера систем до бизнес-процессов, и мы один слой какой-нибудь вытягиваем из этой вот такой модели. Ну, да, есть сквозные какие-то решения, например, информационная безопасность, она пронизывает все слои, там, мониторинг, например, метрик, наблюдение за метриками системы и так далее. Вот мы берем слой какой-то, вытягиваем, да, мы понимаем, что у него может быть географическая какая-то распределенность, с точки зрения, например, размера объекта, да, то есть может быть справа, цех, офис, территория, да, у него есть жизненный цикл какой-то у любого проекта, сбор требований, спректирование, реализация, там, и так далее, сопровождение. И вот мы берем какие-то наборы технологий, например, там, если мы берем беспроводные технологии, берем какие-то две радиотехнологии, например, обычный Wi-Fi для офиса, либо для работы каких-то устройств в цеху, либо в коптерке в цеху, условно говоря, и причем какую-то промышленную сеть, там, Лорова, например, для сбора информации под дырочками. Вот такой вот комбинация, так сказать, методов, да, дает очень удобный инструмент для работы эти архитекторы. Ну и вообще, ТРИС, как я вот всем рассказываю и подчеркиваю, это дает такое многомерное восприятие мира. И я привел тут Тарас Владимирович, еще там, один из популяризаторов таких социальных технологий, да, то есть технологии управления проектами, управления людьми на работе и так далее. И вот он называет это правдой, такие измерения, да, что у нас есть юридические, технические, экономические, эстетические, ну и так далее, их много, может быть. И я нашел, недавно наткнулся на картинку в интернете, такой, как вот, как это называют, глюки, да, то есть действительно взгляд не может ухватить все 12 точек. То есть он всегда концентрируется там на какой-то области, 4 точки, как правило, да, или там 6 или 8, но все 12 не может охватить, потому что постоянно зрачок перемещается. Вот примерно так же у нас происходит и в проектах, то есть мы, когда вот такими быстрыми методами пытаемся за счет своей собственной интуиции или инерции, да, мышления, то у нас получается, что мы не можем охватить все. Разбираясь с системными методами, трис, прежде всего, естественно, можно это охватить. Вот, еще тоже такое наблюдение и такое, как сказать, облегчение, что ли, в работе, совместную работу с методом, в данном случае RCA+, для тех, кто не знаком с ТРИС, следующее, да, во-первых, пробовал преподавать, рассказывать и работать с обычным, как бы, методом, причинно-исследовательный анализ, да, не RCA+, плюс там диаграммы Сикавы, да, либо диаграммы Сикавы-Сибирякова с усовершенствованиями. Ну, выяснилось, что психологически действительно легче работать с RCA+, потому что вот этот вот плюсик, вот этот положительный эффект, который возникает, он позволяет людям легче строить цепочку, да, то есть они не останавливаются, не мучают мозг, что называется, да, поэтому процесс построения, как правило, быстрее происходит. Он может быть менее точный, но вот потом проще уже по второму, по третьему кругу какие-то цепочки пройтись и выявить. Вот, плюс очень такой затык случается, вот такой тоже психологический, особенно вот сейчас при удаленной работе, не могут начать, да, вот трудно начать, поэтому вот на следующем слайде будет как поиск ресурсов, значит, для построения цепочки от Валерия, вот, также очень удобно использовать другие какие-то модели совершенно из разных областей, ну, например, там вот 3P, 4P, я привел какие-то названия, да, и вот этот начало цепочки намного быстрее строится, то есть говоришь, давайте просмотрим аспекты, какие-то ресурсы, относящиеся к людям, относящиеся к процессам, относящиеся к продуктам. И сразу первый уровень, вот, он мгновенно выстраивается в голове у людей, ну, и дальше уже построение, значит, причин происходит. Вот, ну, продолжение, да, что есть еще Седак модели, и вот справа то, что Валерий дал нам в своих курсах. Вот, ну, примерно какие-то, да, вот, тоже типовые, я думаю, что они могут встречаться не только в IT, а вообще в любом таком сервисном бизнесе. Ну, и вот одно из них тоже ключевое, типовое, там, чуть-чуть покажу. Например, есть конкурс, есть процесс, ну, многоступенчатый конкурс, тендер, и, как правило, там, два крупных блока содержатся в любом конкурсе, неважно по какому, там, закону, там, 44 ФЗ в России или 223 ФЗ, либо по какое-то положение о закупках какой-то конкретной коммерческой компании или госкорпорации. Ну, в общем, он всегда состоит из двух частей. То есть первая часть, самая важная, там, в среднем, там, порядка 60%, как правило, вес имеет цена или больше, да, там, может быть, 80%, ну, какое-то соотношение. И вторая часть, крупный блок – это квалификация. Насколько подрядчик, насколько, там, компания, IT-компания в данном случае, она квалифицирована. Но они, как правило, вот в рамках этой квалификации просят поделиться опытом. В России очень сложно, вот, компании, обычные такие, на B2B рынке, дают, там, рекомендательные письма, я имею в виду, в крупном бизнесе, или, там, какое-то разрешение на использование, вот, своего опыта. То есть, как правило, это можно сделать, да, при этом заключать идеи, вот, заказчики с прошлыми. И для того, чтобы получить такое разрешение, как правило, требуется длительное время. То есть надо официальное письмо подготовить и так далее. Вот. Понятно, что тут работает метод, вот, стили соломки, да, сделай там заранее, но, там, как всегда, все оперативно происходит, не всегда это возможно. И получается, что хорошо бы показать опыт на конкретно данный конкурс, который сейчас, но мы его не можем показать, потому что связаны соглашениями здесь с прошлыми заказчиками, и получается такая вот, по такой вот противоречии, да. И, соответственно, ну, элементарно построение ромбиком этого противоречия приводит нас к какой-нибудь таблице, приводит к формировке противоречия, да, то есть так, чтобы информация об опыте была предоставлена, но доверие, там, с прежним клиентом сохранено. И, соответственно, беглый взгляд на таблицу из 40 приемов, дал тут же, там, множество вариантов решения, которые, ну, либо кому-то были уже известны или являлись очевидными, а кому-то нет. Ну, например, да, самые популярные, самые, как понятно, как-то неформальным образом сообщить заказчику, если это уместно, если это, там, не противоречит каким-то законам, правилам, да, и либо есть хороший контакт с заказчиком, да, то неформально сообщить ему по нашему опыту, да. Понятно, это все специфично для конкретного конкурса, да, и для правилового проведения, но, тем не менее, вот один из таких методов, типовых эвристик, которые можно использовать, да. Дальше опосредованно. Иногда бывает парадокс, что мы связаны идеей с заказчиком, но поскольку конкурс или контракт был публичный, то информация об этом, контракте, информация о том, кто был, значит, победителем на прошлом конкурсе, она является открытой, да, и лежит, в общем-то, в интернете. И в данном случае мы, как бы, ничего не нарушаем, да, то есть мы просто даем ссылку на торговую площадку, которая публичная, и, соответственно, там вся информация открыта, да, мы ничего не нарушаем. Дальше один из вариантов, в какой-то момент нам даже подсказал один из заказчиков, ну, типа, вы зачем, говорит, используете, полупрозрачность, да, зачем вы используете имена какие-то, там, или, не знаю, акты, какие-то документы, используете какие-то атрибуты. Атрибуты имеются в виду, там, ИНН, какие-то другие коды, которые однозначно или, там, указывают либо на заказчиков, либо на отрасли. Значит, популярный метод закрашивания, да, то есть это вот то, что родилось из приема пористости, да, то есть у нас, как бы, вроде есть документ, но суммы в нем закрашены. Поэтому опыт мы предоставляем, но вот официальную информацию о суммах, например, мы не разглашаем. Ну, и, естественно, эвфемизм – это когда мы говорим, что один большой красный банк, зеленый банк, там, оранжевый банк и так далее, то есть когда используются какие-то вот иносказания. Понятно, что не всегда это формально возможно, но тем не менее. Вот простой такой прием, простой противоречий, или простой противоречий, который там несколько приемов рассматривает, тут же, значит, у всех открылись глаза и, значит, обижали идеи какие-то. Вот. И примеры задач. Значит, применяемые методы, которые я применял для решения задачи, недавно прослушивал, я так понимаю, Кожемек Антон сегодня присутствует здесь, недавно прослушивал какой-то его тренинг, да, и там, ну, там, терминаловый мне просто понравился, да, классификация этих методов, формализация, первичные анализы, модели конфликтов. Как правило, в нашем бизнесе, поскольку он молодой и очень быстрый, я имею в виду отрасль молодая, то даже до решательных механизмов всегда доходит, да, то есть скорее задач, скорее стоит проблема в понимании задач и в понимании параметров, чем там уже решать. То есть главное вот добежать до каких-то методов приемов решения и уже это хорошо, как бы уже намного продвигается коллектив или группа. Вот. Ну, например, одна из, в одной компании, вот эта задача была решена в прошлой, там, с подтвержденным экономическим эффектом в текущей компании она решается. Есть такая, не знаю, уверенность или вера, или убежденность, наверное, любого бизнеса и практика, что есть вот такое понятие комплексные проекты, как правило, в них выше за счет комплексного решения заказчиков такого большого количества подсистем, чтобы, как сказать, порядок представить, то есть в таком крупном заказчике подсистем айтишных, ну, несколько сотен, да, как правило, таких, поэтому вот если там проект затрагивает там 2, 3, 4, 5 плюс смежный, то, как правило, он является сложным. И еще одна задача – это ускорить время предварительного расчета. В принципе, тоже типовая задача, наверное, в любом бизнесе, не только IT, это то, что называется time-to-market в данном случае. То есть быстрее просчитывать какие-то спецификации, какие-то решения, которые позволят заказчику сформировать свой бюджет, либо сориентировать бюджет, либо выиграть конкурс, либо, ну, просто сделать проект за понятную сумму обоим сторонам. И я вот это вывел зелененьким цветом заголовки, те, которые задачи уже решены с помощью методов простейших, и которые сейчас решаются желтеньким, да, долгий расчет, и которые предстоит решать, придумать некий механизм для, то, что называется, рендиль, да, то есть просчета, экономического просчета и затем исполнения каких-то новых решений, новых продуктов для нужд заказчиков. Ну, например, вот про задачу комплексный проект. Основная проблема была в том, что непонятно было, что такое успешное, непонятно было, что такое комплексное. Как вот популярные картинки, притчи про слона, то есть какого директора не спросишь, что такое комплексное проект, в зависимости от его специализации, какой он ответ и даст. И одна из вещей, да, тоже была специализировать задачу, а что такое кратную речь, да, то есть каковаться на вопрос. Это вот один, два раза, три раза или там десять раз. Ну, естественно, никто зачастую не верит, что можно методами триза решить, если там амбициозные задачи, то есть на порядок, например, увеличить там какой-то параметр, значей какой-то параметры. Соответственно, выяснилось, что успешный проект – это не только вот знаменитый проектный треугольник, где у нас объем работ, сроки и стоимость, да, и там еще, может быть, качество, да, проектный призма. Оказывается, что вот иногда бывает, что все три параметра выдержаны, да, то есть проект выполнен в срок с надлежащим качеством, соответственно, стоимость соблюдена, и все работы выполнены, да. Но вот, что называется, шарики не радуют, да и заказчик несчастлив, да, потому что в процессе внедрения проекта не решены были какие-то там задачи, стоящиеся перед конкретным лицом, перед конкретным стейкхолдером задачи, в заказчике, вот. Соответственно, вот потребовалась специализация, вот это вот понятие успешное, да, что же это такое, да, то есть это какая-то характеристика и отзыв от заказчика, набор каких-то параметров, который критичен для стейкхолдера со стороны заказчика. Ну и дальше вот в продолжении этой темы с директоров, да, то есть мы, предположим, если спросим, что такое комплексный проект у технологов, он скажет, ну, это там, где множество технологий, либо новые технологии, которые там у нас, лаборатор допыть только, да, и мы еще ни разу тоже таких проектов не делаем. Если мы спросим менеджера проектов, или там директора проекта в офисе, он скажет, ну, это там, где организационная сложность, где множество подрядчиков, где географическая распределенность какая-то, где, например, со стороны заказчика участвует множество отделов, которые там не всегда дружат между собой, да, надо было, будет, чтобы вот третья сторона там какая-то в виде такой эти компании подружила в проекте, ну и так далее. Вот, если там финансисты смотрят, ну, они скажут, ну, комплексный проект, это вот эти там какие-то сложные механизмы выплат, договорные обязательства и так далее. Вот, и если все учитывать эти параметры, да, то есть вот тоже одно из этих противоречий. Если учитывать все эти параметры, то определение такого комплекса на проект, это необходимо для, например, классификации этих проектов при входящих запросах, то есть вот по какой ветке решение его пустить, потому что каждая ветка обладает своей стоимостью, соответственно, пустить сложный проект по ветке просчета простой, но он никогда не будет просчитан, да, а если, наоборот, простой проект пустить по сложной ветке, то себестоимость этого расчета, она будет для компании высокой. Вот, поэтому вот одно из важнейших там методов, там, ТРИС, которые использовались, да, просто описание инвенционной проблемы, ключевых параметров выделения, этот параметр успешности и так далее, вот основное время было потрачено на это, как вот сегодня я упоминал про это Валерий. Соответственно, ну, один из таких, не самых лучших, ну, один из рабочих картинок про причинно-следственную связь, ВСЕИ плюс, да, причинно-конфликтный анализ, которое родило там в итоге множество противоречий, которые, часть которых была решена, и, в общем-то, все получилось, да. Ну, я привел только там несколько, пару приемов, да, которые привели к возниканию идей, и Зелененький подчеркнул те, которые были внедрены и дали результат. Желтенькими я сделал так, что вот в прошлой кампании они были внедрены и дали результат. В текущей кампании это только предстоит сделать. Ну, и итоги, да, вот конкретно этой задачи, решение этой задачи, что, ну, просто-напросто выделена категория сложностей, вид сложностей, подтверждена гипотеза, то есть было уже какое-то решение в головах руководителей о том, что, ну, необходим какой-то синхронизирующий такой отдел, да, который, вот, собственно, разбирает на входе сложный этот проект или простой. Вот, и в прошлой кампании этот метод испытан, решение как бы испытано и дало эффект по, ну, почти десятикратному там увеличению количества этих проектов. Вот, в текущей кампании подобные же идеи, подобные решения дались в прошлом году, ну, в прошлом году где-то эффект три раза, но был там эффект низкий бас, да, но мы уверены, что там на следующий год тоже будет в разы больше, то есть вот этот порядок, он пока такой, то есть не в десять раз, в нескольких раз, но в рублях это там десятки, сотни миллионов рублей. Вот. Другой тоже типовой, какая задачка, которая сейчас находится в работе, это вот то, что называется, долгий расчет, то есть, как правило, любая воронка, там, не знаю, в CRM-системе, либо просто в умозрительном процессе, то есть на вход некий приходит большой набор, большой поток запросов от клиентов, от заказчиков. Естественно, для того, чтобы попередить конкурентов, то, чтобы заказчик был счастлив, нужно как можно быстрее выдать ответ, да, и провели какие-то исследования по среднему сегменту наших заказчиков. Вот в нашей компании текущей выяснилось, что там 27%, то есть порядка трети, недовольны вот именно этой скоростью, то есть ее надо там тоже повысить. Насколько повысить, в начале проекта было неясно, сейчас уже стало яснее. Вот. Еще усложнял задачу тем, что параллельно идет проект, под замещением собственной внутренней СРМ, то есть и процесс нужно менять, и средства автоматизации нужно менять. Такой вот сложность там, она на порядок повысилась. Вот. Ну, сейчас проект находится в работе, да, вот в нем используют те же самые методы ТРИС, базовые, да, там, которые, условно, на первом уровне, и это уже достаточно. И самое главное, что дает, наверное, вот эти методы ТРИС применения, то, что все выравниваются в ожиданиях, такие функциональные группы и различные роды руководителей. Ну, один из выводов очевидных, что главное в этой скорости, да, в скорости удовлетворения, значит, потребностей заказчика, не бежать быстрее всех, да, бежать быстрее конкурентов, во-первых. И, во-вторых, очевидная мысль, которые вот как-то вроде некоторые приходили, но не осознавали ее, что вот эта проблема и этого опроса, и вот эта скорость, она в том, что просто ожидания не спрашиваются, не умеют управлять ожиданием заказчика. То есть если ориентировать заказчик, на какой-то более долгий ответ, и он его устроит, то, в принципе, проблем-то и нет. Вот, и какие-то предварительные выводы, наверное, можно сделать из моего опыта решения задач двух крупных интеграторов, что вот эта еще молодая, и в ней не накопились такие еще проблемы, которые накопились на то же мышцестроении. То есть таких типовых эвристик, либо собственно придуманных велосипедов, в смысле методов, которые используются в IT, в IT-бизнесе, их достаточно правильное решение задачи. Что лучше всего как бы в голове людей, да, и вот в решение задач заходят те методы, которые можно сделать как бы на стыке или вместе с другими методами. Например, я недавно рассказывал, и мы тестировали, вот формулировали противоречие, и тут один руководитель вспомнил, что подобным же образом формулируется противоречие в теории ограничений, там она называется, один из методов, как грозовая туча, когда вот, или исчезающая туча, если там перевод с английского применить дословный. И выяснилось, что, ну, часть людей, вот понятнее формулировка противоречия, Тризовская, а части людей из теории ограничений. Ну и ладно, хорошо, давайте сформулировать противоречие к грязовой туче, вот, теории ограничения, извиняюсь, по методу грязовой тучи, а потом, как бы мы ее через табличку методов, значит, быстренько прогоним. Вот, значит, еще один такой забавный аспект, что там, значит, все торопятся, да, и никто не хочет этой длинной теории Тризовской, да, там, со специфической терминологией, поэтому, когда увидят, видят таблицу 40 от Шулера, то начинают просто, просто перебором перебирать из нее приемы решений, и это помогает, да, потому что, я подчеркиваю, что, значит, отрасль еще молодая, бизнес-процесс еще, там, не устоявшийся, да, и не всегда устоявшийся, да, и, ну, можно там, быстро получить эффект, не задумываясь о его, правда, цене, предположим, да, и там, эффектах принедления, неважно, да, главное решить задачу, и это происходит очень быстро, с идеей какие-то, значит, хватили. Вот, бизнес, в смысле топ-топ-менеджмента, пока смотрят так, с настороженностью, и там наблюдается две крайности, то есть, сначала, например, в одном из подразделений, где я проводил такое обучение аналитиков и менеджер-проектов, сначала было, ну, то есть, они послушали такой обзор сначала, а потом восхитились, сказали, что, ну, все, там, больше ничего не нужно, да, нужен только ТРИС, вот, но в процессе обучения в них наоборот, что они вот в крайность другую ударились, что ТРИС не помогает, но расстались мы на том, что, ну, как бы ТРИС сама по себе ничего не решает, да, она решает только вместе с какой-то, с какими-то профессиональными знаниями, да, то есть, помогает решать задачи, вот, и договорились, поняли, как можно задачи решать, какие задачи на вход подавать ТРИС, потому что выяснилось, что большинство задач не содержит в себе противоречия, да, является такими исполнительными, их можно решить, там, простыми, общеизвестными методами, договорились, что вот будет сложная задача, и тогда мы ее решим методами ТРИС, ну, естественно, тем самым мы подтвердили, вот, так называемую кривую, с точки зрения, вот, отношения к ТРИС, какая кривая гарни, да, что сначала у нас пик чрезмертных ожиданий проходит, потом, но за разочарование, потом выходит на некое плато продуктивности, в котором уже можно спокойно работать, уже осознанно применяют вот те или иные методы, и в качестве шутки, вот, для применения функционального анализа, рекомендую почитать вот этого вот автора, корректуриста, вот, который, как Арчуллер, да, заменяет название функции вот какими-то простыми словами, там, и название предмета, например, шарф, пышна ткань, там, и так далее, и вот в такой забавной форме он у нас, вот эту нашу инерцию разрушает, вот, у меня все, я пока слушал Ширкоплес Александра, вспомнил про задачу, которую мы недавно разбирали, по мотивам задачи метода ТРИС, метода мастера ТРИС Даниловского и Юлия, он разбирал вот эту формулу идеальности с точки зрения арбуза квадратного, но мы ее тоже там расширили, так сказать, со внутренними нашими студентами на работе, ну, и еще вот в внешнем обучении там в институте, и сформулировали, что вот там нащупали две задачи, которые нужно решить, что если они будут решены, в смысле зрелости арбуза и стоимости выращивания, то идеальность квадратных арбузов, она такая, повысилась. Но вот я понял, что хочет сказать Шикапляс Александр, что насчет знаменателя этой формулы, что хорошо бы оттуда стоимость кост убрать. Вот, это надо как бы подумать об этом, но я идею понял, надо это переварить и попробовать действительно не применять этот знаменатель, применять только наборы функций. Вот. Ну, у меня так вот все. С удовольствием отвечу на вопросы. Постарался по-быстрому ложиться. Иван, спасибо большое. Конечно, очень интересно слушать про ваш опыт и опыт внедрения ТРИС большой организации, поскольку все-таки есть разница между малой организацией и большой организацией. Я вижу, что вы довольно активно применяете ТРИС, и это очень приятно. Вот. Давайте посмотрим вопросы. так, 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 здесь. Так, Иван, спасибо. Полностью поддерживаю мысль, что ТРИС эффективна не как вещь себе, а как элемент более крупной аналитической системы. Практически все наши клиенты именно так и применяют. Чем больше мостиков к ТРИС из других систем будет построено, тем больше таких кейсов, тем бизнес ТРИС будет более востребованным бизнесом. Но тут я могу прокомментировать про гигантский опыт внедрения ТРИС на Самсунге. Пытались сначала внедрять, но безуспешно. Затем обратились к запросу Six Sigma DFSS, дизайн Six Sigma. Вот. И когда Six Sigma выявляет порядка 85 процентов, аналитический этап Six Sigma выделяет порядка 85 процентов задач, которые исцелятся простой оптимизацией, а 15 процентов остаются изобретательскими. И вот для этого в центре, в Самсунгском центре была организована группа ТРИС, которые начали решать вот эти 15 процентов задач. То есть все эти 15 процентов задач поступали туда. Затем, когда они поняли, что это очень эффективно, стали обучать ТРИС, порядка 40 тысяч инженеров обучили. И сейчас практически каждый инженер применяет ТРИС для решения тех проблем, которые не решаются традиционными методами или оптимизацией. И, естественно, ТРИС полностью вписалась в бизнес-процесс. Но это было возможно только на том основании, что был внедрен дизайн для Six Sigma. Если бы он не был внедрен, ТРИС бы не пошел. Ну, я подчеркнул, да, спасибо большое. Я подчеркну, что у нас тоже вот гендиректор, бывший гендиректор являлся, является просто другой структурой теперь, после разделения компаний на российскую международную часть. Он фанат и, значит, Линдсик Сигма, да, и массовое обучение организовал. И в части вот мостиков из одной системы в другую тоже прошло массовое обучение по самым базовым вещам. Линдсик Сигма – это то, что называется проблем стейтмент, да, постановка задачи. То есть он похож на спин там и так далее. На какую-то вот параметризацию фактически задач. И многим, вместо, предположим, в шаблоне АИП, им удобнее пользоваться вот этим проблем стейтментом. То есть они приходят, задача, может быть, не содержит противоречий, но, по крайней мере, она уже лучше сформулирована, и даже там попытка вот каких-то параметров задать. Ну, например, цену вопрос. Вообще стоит ли ее, тратить время на ее решение. Конечно. Хорошо. Антон продолжает. У нас то решательных механизмов далеко не доходит делом не всегда, а вот до противоречий доходим больше, чем в 90% случаев. Часто решениях очевидны и не требуют применения решательных механизмов. Но не всегда, конечно. Ну, естественно, есть противоречия, которые уже были решены, и методы которых, решения которых мы знаем. Решения мы знаем. Но, как правило, это, как сказал в свое время Антшуллер, что решение нашей проблемы изобретательской уже есть, но оно находится в другой области, поэтому мы его не знаем. Вот. И благодаря этому, вот я рассказывал сегодня о функционально ориентированном поиске. Недавно Семен Литвин, который возглавляет, ну, наиболее известную тризвскую компанию «Джентриск», сказал мне, что сейчас, в настоящее время, для решения проблем клиентов они практически не применяют инструмент «Джентриск», таких как «Арис», разрешение противоречий и прочее. Они применяют функционально ориентированный поиск в более чем 80% случаев для нахождения решения их задач. Поскольку функционально ориентированный поиск помогает найти решение аналогичной задачи в другой области, как она уже была решена, как я рассказывал сегодня, про нанесение покрытия на кремниевую пластину. И чем это хорошо? Тем, что там уже решение внедрено. И оно проверено, оно работает. Поэтому его достаточно лишь адаптировать в нашей области. Евгений Кустов. Комментарий. «Трис плюс что-то» Валерий Сурков давно рассказывал, вероятно, Сушков все же, давно рассказывал, что «Трис за рубежом» хорошо было принято только именно в связи с ФСА. Да, совершенно верно. Вообще ФСА здесь рассматривается как основной инструмент «Трис». Вот на Западе. Ну, у меня есть на моем YouTube-канале там рассказ про функциональное мышление. Если кому-то интересно, зайдите, посмотрите. Там как раз все это описывается. Почему? Это к тому, что верная гипотеза на слайде. Конечно. Ну и все, коллеги, мы уже, к сожалению, выпали из времени. Поэтому, Иван, посмотрите, ответьте, может быть, в чате. А мы переходим к следующей презентации. Продолжение следует...